Этот дом по адресу площадь Мира-5 хорошо известен орловчанам. Именно на нем 5 августа 1943 года Иван Санько и Василий Образцов водрузили Красное Знамя. С тех пор весь мир знал, орел гитлеровской Германии не принадлежит. К 75-й годовщине освобождения города было решено установить памятники героям. Одно из вероятных мест для их расположения – сквер танкистов. Но с выводами спешить не стоит. Обсуждение по установке бюстов в самом разгаре. Рассматриваются даже предложения на бульваре Победы создать аллею героев-орловцев и начать ее с бюстов Санько и Образцову. У нас в нашей концепции насыщения бульвара Победы есть такой раздел, как почетные граждане города Орла, ветераны Великой Отечественной войны. Вот они как раз в этот раздел и входят. У нас их 20 человек на данный момент. Вот в этой части бульвара, где будут увековечены эти почетные граждане, там же будет Санько и Образцов. Много было высказано мнений и еще больше вопросов. Почему именно Санько и Образцов? Ведь есть у Орла дети и с более высокими званиями. Стоит ли вообще начинать аллею на бульваре Победы с небольших дюстов, что могут просто затеряться среди большого пространства? Нам нужно выходить на такой уровень искусственного изготовления бюстов, который был бы ниже скульптурных композиций Орехова, Лескова и Учетича. Вот на этот уровень нужно стремиться. Я сегодня специально остановился, объехал и просмотрел все. Это памятник Баграмяну. Ну это просто, меня он убил сегодня. А может убрать памятник Баграмяну? Озвучиваются и такие мысли. А на его место поставить бюсты Санько и Образцова. Но есть свои нюансы в любых инновациях на сквере танкистов. Прежде всего, это братское захоронение, это мемориал. Мы все туда приходим, не танку кланяться и неуважаемому полководцу. Мы приходим кланяться нашим танкистам, которые ценой собственной жизни отстояли наш город. Которые сейчас оттенены. Оттенены полководцем. Оттенены теми обсуждениями, которые мы с вами допустили. Куда бы мы ни поставили бюсты, тут же возникает конфликт истории. Чтобы избежать конфликта, обсуждения будут продолжаться. А решения примут 15 мая на Орловском градостроительном совете. Ведь так или иначе, главное увековечить память о героях-освободителях. Алена Касаткина, Владимир Ноздрачев, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.